Слышно ли? Сейчас, пожалуйста, плюсики поставьте, если я есть у вас, если я говорю. Ага, вижу. Спасибо. Если вдруг будут какие-то трудности, пишите в чат, меня вдруг перестанет быть слышно, видно или что-то еще. Спасибо большое. Горшочек не вари, волшебные слова. И мы с вами идем дальше. Да, доступна запись презентации, если я не ошибаюсь, ее можно уже скачать в папке. Она у вас, не знаю, куда я машу, но должна быть в правой части экрана. Такая папочка. И в этих ресурсах, может быть, презентация, вы можете ее скачать. Ну что же, давайте с вами начнем работать. Тема такая «Как написать статью от замысла до результата». И, конечно, каждый раз, когда я выхожу с этой темой к людям, я понимаю, что, наверное, в данный момент только ленивый не рассказывает, как писать статьи. И все используют очень разные подходы от кромешных страшилок и каких-то суеверий, которыми надо обложиться для того, чтобы написать статью наконец-то уже. Кто-то долго лечит свои страхи, кто-то преодолевает какие-то еще внутренние барьеры и препятствия, кто-то через страдания и боль работает с этим. Но сразу же скажу, если вы очень любите трудности, то это не мой подход. Я как раз за то, чтобы обойти все острые углы и сделать написание статьи любого текста на самом деле очень приятным и интересным. Ну что же, немножечко расскажу о себе. Переключаю слайд. Да, вот как уже меня представили, я кандидат филологических наук. В этом году сертифицировалась как коуч на уровень PCC. И это означает, что у меня более 500 часов коучинга, которые я провела со своими клиентами. И как коуч я как раз работаю с теми, кто, в основном работаю с теми, кто пишет тексты. И поэтому мой опыт основан в том числе на том, что вот таких вот коуч-сессий, да, и мне достаточно много, и людей, которые пишут, я уже увидела немало. То есть я делюсь не только своим опытом позитивным, да, или каким-то еще, но еще и тем опытом, который у меня скопился за уже 8 лет работы. Кроме того, я являюсь профессиональным супервизором для коуча с 2018 года и творческих людей. Ну, если на супервизор для коуча у меня есть сертификат, для творческих людей это уже то, как я переложила практику супервизии на то, чтобы люди могли преодолевать свои внутренние сомнения, связанные с текстом. Не обязательно годами посещать психотерапию для того, чтобы начать писать. Это мое убеждение. Кроме этого, я преподавательница, я исследую женскую литературу и выбрала для себя такой роль, как помощница в написании книг и статей. Под моей редакцией я составляла три сборника художественных произведений. Это те люди, которые у меня учились, мы объединяем их произведения в сборники. Вот три уже вышли, сейчас начинаем работать над четвертым. Для того, чтобы не быть сапожником без сапог, я написала одну свою книжку, ну, так, для своих детей и дарю ее друзьям. И у меня три сына, но они еще маленькие, поэтому это я считаю тоже своим маленьким достижением. Собственно, перехожу к сути, к теме. Если у вас будут какие-то вопросы по ходу, пожалуйста, пишите. Лучше будет, если это будет вкладка вопроса, чтобы я ничего не упустила. Чат я тоже буду читать, тоже буду смотреть. Собственно, сегодня я себе в помощник выбрала светофор. Светофор три цвета. Я их сейчас, видите, оформила название нашего вебинара, немножко поиграв в мастера йода и переставив местами слова. Как статью написать? Первая часть вебинара будет посвящена тому, как. Вот этот вопрос, как. Второй будет посвящен тому, что такое статья и, собственно, потом пронаписать. Три сигнала светофора, красный, желтый и зеленый, будут нам здесь помощниками. И плюс во время работы, во время вебинара я буду рассказывать про курс, как написать текст, который будут читать и цитировать, о котором вот сейчас говорили. Татьяна Викторовна говорила в начале, на которой будет промо-код. Ну, Татьяна Викторовна тоже его озвучила и, если надо, будет повторить. Ну, вот я пользуюсь тем, что в анонсе вебинара тоже было написано о том, что про курс буду рассказывать. Курс начнется 15 сентября. Итак, первый момент, да, про как. Как вы помните, если мы говорим о светофоре, то красный цвет – это сигнал «стоп». Вот здесь тоже, когда у нас возникает вопрос «как», мы еще не садимся и не пишем, да, у нас еще «стоп», мы еще сидим и ждем. Но сидим мы не пассивно, да, статья сама себя не напишет, что там еще, и сама себя не опубликует. Поэтому тут наша активная жизненная позиция необходима. Ну, вот посмотрите, я попрошу вас сейчас немножечко подумать, если возникает это «как» написать статью, то это «как» для вас «про что». В чем, собственно, трудность именно сейчас? Дело в том, что наши трудности, связанные с созданием текста, меняются на протяжении нашего, ну, нашей жизни, да, на протяжении нашего взросления. Если у кого-то еще прерывается трансляция, пожалуйста, поставьте минусы в чат, да, если все в порядке, то просто я продолжаю рассказывать. И в какой-то период, да, у нас нет времени, да, и вот это «как» написать статью связано с тем, что мы не можем найти для этого время. В какой-то период, да, у нас нет вдохновения, не можем себя заставить. Иногда мы понимаем, что наших навыков не хватает. Когда-то мы не знаем, о чем писать, да, про содержание. Когда-то нам непонятна цель, ради чего я пишу. И вот несмотря на то, что у нас вот это «как», да, ну, как мне написать эту статью, как мне написать это, ну, если вы школьники, то сочинение, да, как мне написать эту диссертацию кандидатскую, докторскую, магистрскую, какую бы там ни было. Это «как» в каждый период времени разное. Вот здесь вот я говорю совершенно очевидную вещь, но я прошу сейчас вот прямо остановиться, да, красный свет, красный сигнал светофора. И в чат напишите, с чем ваше «как» связано сейчас. И если можно, ну, так вот не просто написать там «время», да, а с чем именно связана нехватка времени. Ну, там много работы, много домашних дел, много там еще чего-то, или там «не знаю, о чем писать», да, с чем именно это связано. Понять, на кого статья ориентирована, о чем писать, в каком стиле. Вот я сейчас коротко для себя помечу. Кому стиль, административной работы много, тема, и о чем здесь же. Звук, кажется, у всех есть, да, о чем прямо у нас важно. Не совсем понятно, кому, да, Гаврила Станьюдина, да, кому. Вот у нас пока лидирует «время», читатель. Ага, кто-то про информацию тоже о чем, «время», ага, вот многое освещено уже. Не хватает вдохновения и поиск темы. Вот, смотрите, как я угадала, да, если вы чувствуете, что ваши трудности связаны с чем-то еще, не с тем, что я перечислила, пожалуйста, об этом напишите в чат, да. Ага, да, трудно начать писать. Ага, сейчас я это зафиксирую, трудно начать писать. Вот смотрите, вы видите, да, что одного ответа «как» на этот вопрос быть не может, да. И вот что мы делаем? Спасибо большое. Мы, смотрите, мы превращаем нашу трудность в наш ресурс. Это сейчас ужасно прозвучало, особенно если у нас есть какое-то некоторое внутреннее сопротивление про это. Но давайте попробуем это сделать вместе. Вот, посмотрите, если у меня мало времени, но мне надо писать, да, никто мне не скажет, а ладно, не пиши, если у тебя времени нет, мы тебе там так сейчас все сделаем, да, все, и планы тебе зачтем и так далее. Ну, нет у нас этого. Поэтому, смотрите, тщательно готовлюсь, разбиваю на кусочки. Что это означает? Есть некое убеждение, что статью надо писать сел, да, и три часа, не поднимая головы, или там целый день, не поднимая головы, работаю над ней. Но такой ресурс есть не у каждого из нас, особенно не у каждой из нас, как ни странно. Именно поэтому для нас становится важным понимание того, что написать статью, это не только сидеть, писать, да, или там печатать на компьютере, это еще и то, как мы к ней готовимся, потому что есть такой объем работы в каждой статье, да, когда мы ее еще не пишем, но мы ее уже создаем. И это, кстати, очень важно, если мы это говорим, например, нашим студентам, да, сами мы, может быть, уже нашли это решение, вот наши студенты еще не понимают, да, они думают, что если они вот открыли белый файлик там у себя, или там положили перед собой тетрадку или что-то, то оно само должно каким-то образом, вот это вот, волшебным столпом войти в голову, потом вот этими импульсами перейти в руку, и рука такая сама, да, или там две руки сами такие начинают работать. Нет, мы рассказываем другим и, соответственно, думаем сами, если у нас это есть, как я могу разбить работу на кусочки, да. Ну, например, у меня нет трех часов, но у меня есть пять минут. И на самом деле некоторое время назад я вот статьи свои, даже научные, писала по несколько строчек в день. Вот когда там у меня засыпал ребенок, и я еще не засыпала сама, да, я садилась, открывала там, ну, листочек, файлик, писала несколько строчек, да, у меня тогда не поджимали сроки, да, я не говорю, что этот дедлайн, когда сдавать вчера, да, я сижу по строчке, соображаю. Нет, я просто, зная это, опять же, да, не писала в последний момент, я просто садилась там заранее и действительно статью создавала. Был момент, когда, тоже очень интересно было, когда мне нужно было с собой там, тоже никак не писалась статья, мне нужно было анализировать материал, это было там порядка 50 стихотворений, и я никак не могла понять, что мне надо делать, и вдруг я поняла, что мне нужно их просто сфотографировать, эти стихотворения, да, и где-то даже по пути, где-то по пути это, ну, пытаться анализировать, да, просто что-то подчеркивать для себя или что-то там, каким-то образом отмечать. То есть я работала на статью, еще непосредственно не сидя за столом, да, в какие-то, да, это были урывки времени, но они у меня были. И когда в итоге у меня время нашлось на то, чтобы сесть и работать, у меня уже все было готово, у меня осталось только действительно сесть и все это записать. Это про время, про вдохновение. Вдохновение – вопрос такой сложный, неоднозначный. Во-первых, вдохновение, как и аппетит, да, аппетит во время еды, и вдохновение приходит во время работы. Это первый момент. Второй момент, чтобы вдохновение пришло, для него надо заранее готовить пространство и время, да, то есть вносим в ежедневник подвиг себе, садимся, и даже если вдохновения нет, мы не начинаем варить борщ. Начать варить борщ – это вообще последнее дело в деле написания статей. Сейчас говорю очень простую вещь, но про которую все всегда замечают. Если вдохновение, я писать не сяду, да, нет. Во-первых, всегда важно замечать результат и ценить его. Нет вдохновения тогда, когда мы сами игнорируем свой результат. Вот это тоже очень важный момент. Мы забываем себя благодарить за написанные статьи. Вот, наверное, я не знаю по поводу вузовских учителей, ой, преподавателей, извините, да, но вот, например, когда я работала в школе долгое время, там напрочь сносилось понятие вот празднования результата. А в коучинге, да, которым я занимаюсь сейчас, это очень важный момент. Что это означает? Не знаю, был у кого-то здесь такой опыт, я сейчас буду рассказывать, если кто-то знает, про что это, плюсики поставьте. Когда выпускаешь 11 класс, да, и вот эти дети, которые, ну, дети уже взрослые, конечно, они уже такие свободные приходят, с ними уже с удовольствием можно общаться, там, ЕГЭ, оно где-то, конечно, маячит, но еще не страшно, да, но уже. И оно уже сдано, и они приходят. А руководство требует, что срочно набор в 5 класс, там, что-нибудь срочно оформляйся, давай, пиши, подписывай, беги, да. И в итоге мы, не успевая выпустить 11 класс, уже беремся за 5. Если кому-то знакомо, плюсик поставьте. То же самое с написанием статей. Когда мы, не успевая завершить один какой-то текст, бросаемся на создание нового, да, или говорят, да ладно, это вообще какая-то ерунда, я совсем не то, совсем не то, что, в общем, надо за что себя благодарить, еще что-то, и мы себя не благодарим. Вы знаете, вот создание любой статьи, я говорю сейчас в основном про научные работы, про профессиональные статьи, да, ну, в меньшей степени про соцсети, но мне кажется, здесь очень небольшой процент людей, у кого там в соцсетях есть запрос на такие статьи, но, например, это продвижение какое-то, да, или там ведение странички. Любая статья – это повод себя поблагодарить, повод заметить, что я это написала, я это сделала, да. И эти свои статьи, знаете, вот нас, конечно, там заставляют этот список публикаций иметь, но ведь этот список публикаций – это прекрасный повод гордиться собой, да, что и такую статью я подготовила, и такую написала, и вот эту тему рассмотрела, да, и вот за это взялась. Поэтому, если вдруг нет вдохновения, пожалуйста, оглянитесь на какой-то период времени назад, да, и вот себе галочки, не знаю, там, стикеры как для детей, да, все что угодно, этот список свой проверьте, а что вы уже написали там за те годы работы, которые у вас есть. Я думаю, что вдохновение у вас в этот момент будет повышаться, оно будет расти, потому что вы уже не куда-то в черную дыру складываете эти публикации, да, ну, давайте так руку на сердце положа, ну, да, вот мы пишем статьи, но часто нас цитируют, да, ну, особенно вот как бы в масштабе нашей работы, ну, когда как, да, какие-то статьи там хорошо цитируются, какие-то чуть хуже. Но это не значит, что если статья там мало цитируется, там, на данный момент, да, что мы время зря потратили. Нет, не зря. Поэтому вот здесь вот себя благодарить, давать себе возможность пауз, да, давать себе возможность какой-то награды для себя, это всегда можно. Причем награды не всегда шоколадка может быть, потому что многие не хотят завершать статью, обещая себе шоколадку, потому что шоколадка вредна, да, и вот у нас сцепка завершать статью вредна, она вот такой красной нитью может проходить. Не надо так, да, можно поблагодарить себя там прогулкой, отдыхом, чем-то таким, даже началом другой статьи, книжкой, да, чтением, не столько покупкой, сколько чтением просто. Подумайте об этом, как вы можете себя поддержать, как вы можете заметить свой результат и научиться его ценить. Что дальше? Если не катать навыков, ну, научусь, начинаю и учусь, обратите внимание, не учусь, а потом пишу, а начинаю писать и в процессе обучаюсь. Про навыки не писал никто, поэтому я этот пункт пропускаю. Про содержание было очень много, и это содержание было как раз в контексте того, кому я пишу, да. Вот это важный момент. Смотрите, есть у нас такие ближайшие читатели, я это немножечко не планировала в вебинаре рассказать, про это будем подробно на курсе говорить. Но коль вопрос возник, я сейчас коротко его прокомментирую. Есть такие ближайшие читатели, да, условно говоря, это те, кто вот вокруг нас. Наши коллеги, наши студенты, аспиранты, магистранты, да. Может быть, наши коллеги, но не с нашей там кафедры или из нашего университета, а из смежных каких-то, да, из дружественных университетов, так скажем. И есть те, кто где-нибудь, когда-нибудь, хоть через сто лет, да. Вот вы, как бы, смотрите, что для вас ближе, на кого вы хотели бы ориентироваться. Да, сложно писать статьи для всех на все времена, да, это первый момент. Да, как бы, рано или поздно нас переведут там на все языки мира, например, ну, кто к этому стремится. Но для начала можем ориентироваться на тех, да, кто вот в ближайшем кругу. Готовимся мы, например, там, к публикации по результатам конференции. Вот мы пишем для тех, у кого будет на руках этот сборник, прямо для этих людей, да. Пишем мы статью там для студентов. Вот мы прямо для себя, этот круг студентов, конкретный курс, да, мы себе представляем и пишем непосредственно им. И им, соответственно, потом можем эту статью рекомендовать, прислать там как дополнительное, как обязательное чтение. И полезное делаем именно для них, да. Это не значит, что статья там где-то потеряет там в своем содержании. Нет, не обязательно. Просто нам будет проще найти для себя тех людей, которые нам необходимы, да. Это могут быть узкие специалисты, широкие специалисты и так далее. Здесь самое главное, знаете, вот сфокусироваться, да, но при этом ни в чем себя не ограничивать. Да, студенты третьего курса, да, там магистры второго года обучения и так далее. И, кстати говоря, вот я сейчас вижу про мало времени, да, еще комментарий возвращается. Это очень экономит наше время, когда мы понимаем, что вот эту статью я пишу вот конкретным людям, да, вот так там. Вася, Петя, Маша, Галя, да, например. Вот я им пишу. И, соответственно, для меня будет проще выбрать нужное и убрать ненужное. И цель. Потеря смысла – это очень важная трудность, с которой сталкиваемся мы в процессе написания статьи. И тоже вот здесь, смотрите, красный сигнал светофора, я напоминаю, да. Не надо сразу бросаться с места в карьер или там в вагоне или в полынью, куда там положено, да, куда вы привыкли бросаться. Остановитесь. Если вы чуть-чуть сделаете паузу перед тем, как писать, и зададите себе этот вопрос, а ради чего я буду писать эту статью, да, времени на ответ, скорее всего, уйдет немного. Но если мы не собираемся вдаваться в драму, впадать в эту драму и говорить о том, что никому ничего не надо, никто ничего не читает, никому ничего не интересно, куда мир катится, да еще это дистанционное образование, будь оно неладное или кто там еще, да. Если мы не впадаем в драму, а задаем себе этот вопрос, обратите внимание, сейчас важный момент, добрым голосом. А ради чего я на самом деле хочу написать эту статью, да. Ради чего я хочу написать свою монографию, ради чего я взялась за там диссертацию, например, или за что-то еще. Добрым голосом, когда мы сами себе или своим студентам задаем вопрос, то ответ приходит достаточно быстро, это раз. Во-вторых, он тоже добрый, и он никогда не делает нам больно этот ответ. Да, мы понимаем, что, ну, например, ради чего я хочу написать эту статью, да. Ну, вот, например, я хочу подвести итог к какому-то этапу изучения вопроса, например, да. И вот это надо ради того, чтобы я сама могла двигаться дальше в своем исследовании, да. Ради чего я пишу монографию. Это вот, ну, смотри, сейчас я немножко через «я» формулирую, да, через автор. Я хочу подвести итог там десятилетнему исследованию какого-то вопроса, чтобы поставить точку и пойти дальше, например, да. Или я хочу собрать все воедино, чтобы студентам было проще там найти какую-то информацию, да, не по кусочкам терпанить. Я хочу написать вот эту статью, чтобы предложить новую идею своим коллегам, и чтобы они смелее там высказывали свои идеи. Видите, какие разные могут быть зачем, да. Вот я сейчас на три варианта сориентировалась. Вот посмотрите, если сейчас про свои сложности вы написали, да, вот попробуйте сейчас в чате поделиться, какое решение для вас вот сейчас рождается, да. Вот это вот ваше «как написать статью», да, ваш ответ на вопрос «как» будет «про что». Вот именно сейчас, да, мы сейчас продолжим. Но вот прежде чем у нас переключиться на желтый сигнал светофора, что уже приходит в качестве ответа вам? Что вам еще поможет? Может быть, что-то, какую-то мысль интересную новую узнали? Немножечко жду, смотрю чат. Думаю, пока пишите. Как максимально интересно написать статью для родителей в детском саду? Мне очень нравится такой запрос. Очень четко определена аудитория, да, первое. Второе. Максимально интересно. Смотрите, выделяйте, а что родителям в принципе интересно в детском саду? Родителям дошкольников, да. Вопрос для себя. Поставьте, что им интересно, да. Помните о том, что они не специалисты, да, но им интересно про детей. А вот еще подумайте, интересно для вас или интересно для них. Ну, заданную, да. Если у вас есть заданная тема, то вообще отлично. Что родителям будет? Смотрите, интересно, это не тот вопрос, которым стоит интересоваться, когда пишем статью непосредственно кому-то адресованную. Ну, если у вас не там какой-нибудь просто для расширения кругозора, статья должна быть особенно вот родителям полезная, да. И что им будет по-настоящему полезно узнать? Потому что собрать кучу интересных фактов, напихать в кекс изюма, это круто, но это не сработает, скорее всего. Они прочитают, ну, здорово, и что с этим делать теперь, да. Прошу, да, вот здорово, там интересные факты. Им же не кроссфорд разгадывает, да, им потом к детям идти. Поэтому подумайте, что им полезно будет, что они возьмут и смогут использовать. Так, пока ответов никаких не вижу, пока никто ничего не услышал для себя в качестве ответа, судя по всему. Профессиональный журнал об опыте работы. Смотрите, как хорошо сформулировано, да. Опыт работы, соответственно, вот мы ограничиваем тем, что есть. Профессиональный журнал, значит, у нас точно есть читатели, да, мы знаем, что это как минимум читатели конкретного журнала. И уже ориентируемся на них. Еще есть какие-то ответы, если да, пишите, если нет, то я перехожу дальше. Тем более, что следующий мой слайд, он будет посвящен такому небольшому анонсу курса, да, тому, как будут посвящены две темы на будущем курсе. Это тема техника работы со страхами и сомнениями, да. И когда мы будем как раз учиться эти страхи и сомнения, переводить в ресурс. То, как использовать их для того, чтобы они не мешали, а поддерживали. И чтобы не пришлось с этими страхами работать, там, опять лет с психотерапевтом, да, это не про это. И благодаря этим ответам, да, на свои страхи будем учиться выстраивать этапы работы. И дальше это особенности научного, будем говорить об особенностях научного и научного учебного стиля, как использовать термины, да, и обычные слова. Это тоже нам помогает решить вопрос, как, связанный со стилем, да, и отчасти с читателем. Так, смотрю, опыт дистанционной работы в период карантина. Смотрите, тоже есть точная тема, да, мы можем про нее говорить. Кроме того, мы можем понять вот этот опыт работы, да, цель, поделиться трудностями или настроить на позитивный лад, да, мы тоже вот вроде бы можем, или и то, и другое, да, просто мы тогда вот процесс для себя разбиваем, отдельно пишем то, обычно это. Статья о библиотечных мероприятиях, укроеведение. Отличная тема, видите, фокус внимания есть. Как донести до родителей в детском саду о пользе дистанционного образования на карантине. С какой целью? Вопрос вам задаю, если хотите, в чате отвечайте, да, мы сейчас так. Параллельно у нас такой будет мастер-класс для конкретного человека. С какой целью им надо это донести? Важный момент, да. Опыт работы для профессионального сообщества. Статья о спонскости помощи на движение в конкурсе. Благотворитель. Ага, вот, смотрите, я вижу, что в качестве ресурса многие для себя выделили вот это вот точное о чем, да. Когда мы вот очень точно для себя это определяем, кому и о чем, это нам уже очень сильно помогает. С целью полезности и активности. Что они, кстати, будут делать? Ну вот я, у меня как раз три сына дошкольника, да, мне кто-то будет писать о пользе дистанционного образования. И чего? Дальше что? Где польза, Юлия Васильевна? Вот прям сейчас, да, вам живой читатель. Кстати говоря, тут у меня будут QR-коды на некоторых страничках. Это как раз ссылки на то, о чем я буду говорить. Идем дальше. Помните стихотворение известное, да, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха. Ну, в нашем случае кроха спрашивает, папа, что такое научная статья? Да? Или просто, что такое статья? И у нас загорается с вами желтый сигнал светофора, да, тот, который мы уже готовимся. И вот папа такой, чего? О чем этот мой слайд и почему я использовала здесь этих котиков, выражающих недоумение? Дело в том, что очень часто, не про вас история, скорее про ваших студентов или там школьников, да, про сочинение школьное, например, может идти речь. Мы не знаем, что мы пишем. Вот сейчас я очень сильно фильтрую аудиторию, которую я это говорю. Есть люди, которые прекрасно знают, что такое научная статья, но вы просто полюбуетесь на котиков тогда, да, я говорю не для вас. Но есть те, кому это может быть полезно, потому что они просто никогда об этом не задумывались. У меня был такой случай, я еще только была, наверное, студенткой первого курса. Ко мне пришла моя одноклассница тогда, говорит, Оль, слушай, помоги мне реферат написать. Я говорю, а что сложного-то? Говорит, а что такое реферат? И тут мне стало все понятно, и я с тех пор прекрасно поняла, чем я должна заниматься. Дело в том, что не каждый студент, например, не каждый, ну, ладно, про аспирантов не буду говорить, про студентов скорее, да, или там вот, может быть, магистров, они не очень понимают, что такое научная статья, и поэтому они не очень понимают, как ее писать, да. И для того, чтобы нам это понять, вот я задаю этот вопрос с желтым сигналом светофора, да, вот мы уже готовимся, мы уже скоро начнем писать. Что такое научная статья, но самый главный мой вопрос, чем она отличается от текстов других жанров, чем отличается, в частности, от публицистической статьи. И смотрите, если у вас статья публицистическая, да, то мы, соответственно, думаем, чем она отличается от научной, чем она отличается от реферата, чем она отличается от рассказа или очерка, чем отличается от эссе, от заметки, от поста в социальных сетях, от сочинения, да. Вот посмотрите, кстати, Юлия Васильевна, статья у вас для родителей, да, ну, простите, что я про вас говорю, пример такой у меня, живой практически. Вот у вас будет скорее научная статья, публицистическая, скорее будет эссе, заметка где-то. Давайте попробуем с точки зрения жанра пойти, да. Вот посмотрите, чем научная статья отличается от одного из этих жанров, выберите. Вот, смотрите, ответы пошли. Технического содержания должна иметь четкую структуру, да, в отличие от, например, эссе, где структура очень гибкая, да, и, соответственно, понимая это, мы уже понимаем, ага, в научной статье должна быть жесткая, четкая структура, значит, начать я могу со структуры. Чем еще отличается научная статья, ну, вот, не знаю, от реферата, например, да, как думаете? Прям пишите, здесь важнее ваше знание. Строгость изложения, стиль написания, смотрите, про одно и то же разные люди говорят, да. Актуальность, да, и то же самое, если в статье, если должна, важна актуальность, значит, я начинаю с того, чем моя статья вообще актуальна. Логично же, да, но мы часто об этом забываем. И эту актуальность, смотрите, мы понимаем, что статья важна, мы ее не формулируем для себя. Да, смотрите, Наталья Анатольевна пишет, что аннотация и ключевые слова, да, должны быть. В отличие от, ну, не знаю, поста в соцсетях, там ключевые слова немножечко по-другому. Ну, смотрите, композиция или структура, да, вот здесь очень большая разница. Композиция есть всегда, без композиции текст не состоится, да, но она действительно более гибкая. Факты должны быть, да, хотя вот в эссе тоже факты есть. А, например, в рассказе или в очерке это может быть вымышленный некий факт, да. Так, в этом-то вся соль. Кто-то понимает техническую сторону, кто-то нет, все разные. Как найти середину? А смотрите, вот это же классное начало для статьи, что есть разные типы родителей, да, мы сейчас про это же говорим. Те, которые понимают, те, которые не понимают, да, и пишите для обоих. Вот прям подумайте, для тех, кто понимает, что ценного, для тех, кто не понимает, что ценного. Цель формируется на основе позиции автора как субъекта. Смотрите, терминологию многие отмечают, да, там про стих была речь. Ага, вот, смотрите, хороший ответ. Статья изложения моих результатов, да, выжимка из чужих материалов реферат, да. А реферат это выжимка. И даже если мы берем чужой материал, чужие статьи, на которые опираемся, да, соответственно, реферат будет лишен моего мнения, там, да, моего исследования. Реферат не сравнивается со статьей. Реферат почти научный, исследовательская работа одного или группы. А вот, понимаете, дело в том, что когда мы находим различия, я поэтому специально сюда очень разные жанры записала, когда мы находим эти отличия, мы очень точно понимаем, а что нам надо написать, да, потому что вот сейчас люди смотрят, да, кто-то, ничего, я поняла, про что вы написали, про статью реферат. Смотрите, когда мы, по-другому скажу, очень часто люди понимают, что вместо, например, рассказа надо написать эссе. Или вместо эссе у них приходит научная статья. Или вместо научной статьи они чувствуют, что именно на эту тему им надо просто написать пост в соцсетях, да, это один момент. Второй момент. У меня однажды приходила ко мне на курс женщина, она кандидат медицинских наук, и у нее было как бы две роли. Она должна писать научные статьи, и она очень хотела писать книжку про детей. Извините, для детей медицинскую, ну, там, про как тело твое устроено, да. И вот что, у нее есть ее научное, да, исследование. Она про то же самое будет писать детям, правильно? Но в то же время она будет писать принципиально по-другому. Никаких терминов, ничего, да. И она поняла, что она хотела написать сначала публицистическую, научно-популярную книжку, а потом поняла, слушайте, у меня прекрасный рассказ об этом родится, да. И очень многое сразу же просто отпало за ненадобностью. Иногда нужно так. Иногда нам нужно написать именно научную статью, да, жанр обозначен. И если мы понимаем, что научная статья – это, вот, в частности, структура, необходимость аннотации, да, еще какие-то вещи, мы лишнее отсекаем и берем то, что необходимо. Да, вот сейчас я вижу, там некие дискуссии начинаются. Сейчас я быстро посмотрю. Текст неважно сбился. Так, сейчас, секундочку. Прошу прощения, здесь некоторая трудность с тем, как… А, читательское назначение. Не очень поняла эту реплику. Ну, если какой-то вопрос, то поясните. И вот смотрите, вот важное, да, что от формы часто зависит содержание. А от содержания – форма. И тут еще важный момент, знаете, что нам не всегда нужно укладываться в рамки жанра, да. Вот та же научная статья. Как бы, да, одно дело нам нужно ее написать, да. С другой стороны, вот если мы откроем там, или роман, например, да, откроем, ну, не знаю, там, Википедию, изучим научные труды о том, что такое из себя представляет научная статья или роман, или там рассказ, мы увидим порой очень разные мнения, прямо противоположные. Порой бывает и такое. И вот это для нас прекрасная возможность начать создавать новый жанр. Имейте это в виду, что вы всегда имеете право понять, что для вас такое научная статья. Я сейчас на научную ориентируюсь, да, но вы понимаете, что вы можете любой жанр отсюда брать. Сформулировать для себя, что это будет, да, ну, так, чтобы соблюдись к требованиям публикации, например, да, чтобы коллеги понимали, что это по-прежнему научная статья. Но можете начать писать ее чуточку по-другому. Вот то, что вам не нравится, например, там, избыток терминологии, да, всегда можно написать научную статью, не, как бы, не перегибая палку в использовании термина. Смотрите, вот этот пункт для вас был полезен сейчас про то, что нужно сначала понять особенности жанра, да, или нашим студентам, там, магистрам объяснить особенность жанра того, что они пишут, да, просто обсудить это с ними, прежде чем начинать писать. И тоже, если кто-то уже увидел какой-то ресурс, да, про то, как написать статью, отталкиваясь от того, что такое статья, да, или что такое, что из себя представляет тот или иной жанр, поставьте тоже либо плюсики, либо прокомментируйте то, что для себя сделали. Спасибо большое, да. Мне тоже кажется, что это очень важно, но часто это опускается. Подумаешь, там, что такое статья, или там, да, зачем мне вообще это знать, эти ваши, зачем мне знать вот такой роман вообще, да, я так интуитивно. Ой, мне очень сейчас приятно, что я вижу плюсики в чате. Да, чем является то, что ты пишешь, и чем не является. Вот действительно, спасибо здесь за заглавные буквы. Это действительно крайне важно, что мне не надо писать в этой статье, да. Да, спасибо за плюсики. Ну, кстати говоря, тоже сейчас будет маленький... А, кстати говоря, да, вопрос задаю вам, что вы пишете. Определитесь с формой текста, как это будет влиять на содержание именно вашего текста, да. Вот если коротко, что вам тогда важно написать? Научная статья, публицистическая, научно-популярная, научно-учебная статья. Какая для вас статья будет актуальна? Вот, кстати, к тому же вопросу про родителей, да, сейчас, если возвращаться. Или это будет не статья, научная статья, да, и вот уже сразу же некий круг вопросов. У всех научная, смотрите. Да, потому что публикация для нас в этом аспекте важна. Смотрите, в ВУЗе научные для, да, там, для рейтингов некоторых, но мы иногда выступаем как специалисты для других людей, да. Просто, как бы, с одной стороны, вот я литературовед, да, я могу писать научные статьи, да, потом могу написать публицистическую статью для обычных людей, чтобы показать, что что-то интересное. Вот, методические рекомендации, смотрите, это уже не научная статья, да. Она тоже очень серьезно может быть написана, она тоже может быть очень полезна, но совсем с других основ будет написано. Больше практики, да, меньше теории, ну, на теорию будет отсылка. Так, статья в газету или на сайт библиотеки о прошедшем. И смотрите, вот эта статья уже, скорее всего, станет заметкой, а не статьей, да, потому что она будет короче, но вряд ли вы там на 8 страниц будете. Хотя может быть много мероприятий, но это скорее будет заметка тогда. Да, об опыте работы, да, может быть статья, может быть, кстати, и с об опыте работы, если у вас не строгий там научный журнал, да, публицистическая методическая рекомендация. Смотрите, статья на сайт детского сада, Юлия Васильевна, если вы назовете это заметкой, да, во-первых, объем вам не нужен огромный, да, это раз. Во-вторых, вы можете написать две заметки для таких родителей, для таких родителей, да. И, кроме того, как бы статья на сайте, она еще там может быть с картинками, с заданиями, с возможностью обратной связи, обсуждения, да, и вы тогда можете задать вопрос, например, чтобы вам рассказали о каких-то трудностях, ну, предположим. Фантазирую на тему. Так, материал на платформу дистанционно. Вот смотрите, вот слово материал очень хорошее, да, тоже. Если мы говорим, мне нужно написать там пять статей на платформу, мы себя немножечко ограничиваем, потому что материал – это намного шире. Это может быть и задание, да, и мы уже понимаем, что по-другому пишем. И какое-нибудь там руководство по изучению темы, да, и вот мы каждый свой материал можем давать ему разные жанры. Тоже нам будет интересно с этим работать. Лангриды. Так, лангрид – это, а, проводит дистанционное обучение, да. А лангрид, кстати, очень часто имеет форму эссе, а не научные статьи, да, например. Это уже дает нам больше гибкости, нам уже можно, ну, такую, вольность, так сказать, ну, светофор периодически публиковать. Ага, для библиотечного сайта тоже. То есть мы тоже можем назвать это не статьей, а заметкой. И там будет немножко попроще с этим работать. Смотрите, на курсе, который будет, да, мы вот этой теме содержания посвятим целых четыре занятия, да. Будем говорить про наших читателей, того, что для них актуально. Будем говорить о нас самих, как об исследователях, да, например, потому что, когда мы работаем, исследуем какую-то научную тему или профессиональную, вот, методическая работа наша, да, для нас же важно не только другим принести, причинить кучу добра, да, но еще и самостоятельно, ну, какое-то такое исследовательское я повысить, да. Не эго, а именно вот это вот исследовательское я, исследовать своего внутреннего исследователя, тоже благодарить и обеспечивать ему рост. Поэтому будем об этом говорить. Я буду рассказывать о различных техниках, логических, метафорических прояснений о содержании. Я вообще очень люблю метафоры, когда мы работаем с текстом, потому что я очень не люблю план, как его, как учили нас делать в школе, там, пункт один, пункт два, пункт три, пункт четыре, это очень негибкая структура. Я к нему прибегаю, но очень редко, и чаще всего тогда, когда я точно знаю, что этот план не сработает, я пишу так, как писать не надо. А вот когда я использую метафоры, я, например, знаете, вот одна экспресс-техника, я предлагаю своим клиентам, читателям, слушателям на руках показать, какой будет их текст, да. И когда мы начинаем показывать на пальцах, вот на пальцах покажи, мы иногда понимаем, что это может быть. Например, кто-то говорит, я хочу, чтобы в моей статье все было по полочкам на сложенном. Да, вот такая статья, говорит человек, да. Кто-то говорит, вот такую хочу статью, чтобы прямо из самого сердца, прямо вот и всем людям было приятно, да, и жест тогда, чтобы вот такую мне статья было. Или кто-то говорит, я хочу, чтобы она такая была, да, объемная такая, но завершенная обязательно. У кого-то там вот так вот, да, что вот есть некая там серединка, ядро, вот там у этой статьи важная информация. И есть что-то еще, что он помимо основного будет сообщать. По поводу того, каким статьям будет посвящен курс, знаете, я буду больше ориентироваться на статьи научные и профессиональные, не для соцсетей, да. Но дело в том, что ко мне именно приходят клиенты, у которых очень разные запросы. И вот те техники, о которых я рассказываю, сейчас это очень странно прозвучит, но я объясню, почему. Они на самом деле подходят для любого типа текста, потому что я не учу, да, пункт первый, пишем вот это. Какие-то моменты есть такие общие для всех, да, там, ну, должно быть название, например. А я не по порядку, занятие 4 у меня в другом, в другом слайде просто, да, я сейчас конкретно выбираю те темы, которые связаны вот с этим, статья, да, что такое статья и содержание этой статьи. А, и вот, да, техника продумывания содержания, формировка тезисов. То есть у нас есть вообще общее содержание статьи, да, и что конкретно ты имела в виду, это вот тоже важный момент. Поэтому здесь, да, 2, 3, 5, 6. Четвертая тема у меня, если не ошибаюсь, была, а нет, здесь седьмая, значит, дальше было. Итак, идем дальше. Волшебное зеленое слово написать. Когда мы, собственно, двигаемся, зеленый сигнал светофора помогает нам идти вперед. Да, и написать, что такое написать, если мы вот убираем все вот эти вот, как сказать, вот эти вот все суеверия про статью, это продвинуться от замысла к результату, да. То есть когда в голове есть замысел, тогда можно начинать писать. Если в голове замысла нет, продвинуться от него к чему-то будет достаточно сложно. Поэтому мы никогда не начинаем с чистого листа, с места в карьер, да, и так далее. То есть у нас всегда должно быть нечто, вот зелененькая точка, да, у меня на слайде, что нам как бы важно, да, что мы хотели бы. Вот как ни странно, но вот это, что мы хотели бы, оно на самом деле вот здесь. Я не знаю, видите ли вы курсор, я сейчас попробую взять какой-нибудь карандашик, да. Вот здесь вот она находится. Вот сюда вот помещаем наш замысел. Это то, к чему мы будем стремиться. Вот это первая начальная точка, вот это вот, да, я вот так ее обозначу. Первая начальная точка, что у меня есть на данный момент. Обратите внимание, что начала я с конца, да, вот с этой вот, там где я стрелочку поставила. Сначала должно быть то, к чему я стремлюсь. Здесь может быть объем 8 страниц, там, научная, да, статья обычно, 10 страниц, там, 24 страницы, там, один печатный лист, да, или 3 абзаца. Вот это тоже сюда, замысел. Это часть замысла, как ни странно, да. Должна быть такая-то, такая-то информация, да. Тезисы, это тоже наш замысел, мы тоже их сюда формулируем. Например, хочу рассказать такие-то, такие-то примеры истории, или там, такие-то факты привести, да. Вот это все в замысел относится. Потом, так, ага, если можно, вот эти два вопроса, которые сейчас про простой понятный язык и научная статья для студента, вопросы скопируйте, ладно, чтобы я их сейчас не упустила, если вдруг будет активность в чате, отвечу, хочу на них ответить. Дальше, вот когда мы решили, что мы хотим, к чему мы идем, мы смотрим, а что у меня на данный момент здесь и сейчас есть, да. Такие-то уже идеи есть, такой-то уже там кейс у меня есть, да, или два-три кейса есть. Или ничего, нет, только вот это вот вдохновение. Дальше, смотрите, когда у нас есть, что у меня есть сейчас, да, вот эта точка ноль и вот эта стрелочка, куда я иду, очень бывает полезно и удобно, и я буду об этом на курсе по порядку поподробнее рассказывать, отметить несколько важных, я сейчас на слайде рисую, да, несколько важных этапов, которые мне важно пройти, когда, чтобы статья была создана. То есть это могут быть как даты, особенно если времени мало, да, вот неделю у вас только, или там три дня вам дали на написание, через три дня должно быть вот так. Соответственно, чтобы было через три дня вот так, завтра у меня должно быть вот это, послезавтра вот это, да, и я, соответственно, ну, каким-то образом жонглирую временем, жонглирую вдохновением, но сажусь и пишу, да, если с этого начать сложно, значит, я меняю местами. Так, сейчас я отвечу на эти два вопроса, да. Пока подумайте, вот, ага, к чему должна стремиться научная статья для студента? Очень классный вопрос. Смотрите, какой у вас студент? Вот первый мой вопрос вам, да, для какого студента? Есть студент, простите, раздолбай, да, которому, нет, ему надо учиться, да, он учиться-то пришел там на бюджет, на платное, это второй вопрос, но ему надо учиться, ему надо что-то написать. А есть студент такой, который будет копать и копаться? Еще вам тысячу вопросов задаст, да. Вот давайте вот сейчас, понятное дело, что, как бы, студенты есть разные, но вот именно вам, да, вот именно ту статью, которую у вас сейчас там вот маячит, как четвертая ягодка в известной сказке. Это какой студент, да? Пожалуйста, ответьте, это пока такой вопрос, да, я пока пойду дальше, тоже на вопросики поотвечаю. Отвечаю, так, а, про простой, понятный язык, смотрите, вот здесь вот главное, есть такой момент у нас, что нас, родители дошкольников, считают какими-то глупенькими. Не надо, язык должен быть простой, должен быть понятным, но не заведомо слишком легким, да, все-таки у людей там может быть и высшее образование, в том числе, особенно у мам, да, вот, я про себя тоже. Так, как найти конкретику техники приема, как написать заметку занятно, разнообразно, не повторяться? Вот смотрите, сейчас вопрос задаю в ответ на ваш вопрос, ну, как у вас, я всегда отвечаю вопросом на вопрос, потому что нет одного конкретного совета, я буду это в курсе тоже часто делать, а есть конкретная задача. Вот что именно для вас занятно, разнообразно? Про не повторяться, ну, более или менее понятно, да, чтобы не как у всех, или не как у вас в других статьях. А что такое занятно? И для кого занятно? Для обоих видов студентов. Так, сейчас вопрос еще раз прочитаю. А к чему должна стремиться научная статья? Смотрите, ну, это моя фантазия на тему, вам, может быть, не все подойдет. Я сейчас вспоминаю своих студентов, да, и таких, и таких. Например, если бы я писала статью, я бы сделала так, чтобы прежде всего сподвигнуть студента к самостоятельному исследованию. То есть я бы ему показала пример, как вообще стоит писать статью, да, прям вот такая подчеркнутая структура, бы у меня была в введении, там, перечислю основные работы, да. Перейдем там к основной, ну, это я сейчас очень утрирую, конечно, я покрасивее все это сформулировала, ну, так, перейдем там к основной части, или в основной части нашего исследования обратимся к таким-то вопросам, да, и так далее, чтобы студент мог вот взять, ага, как у нее это написано, и я так же хочу, да. Плюс показать, как, что, как бы не только для, там, не только Википедия существует, да, что можно обратиться к научным статьям, что они могут быть там как опубликованные в интернете, так и не опубликованные в интернете, и так далее. Если студент уже такой пытливый, то я бы ему еще дала возможность, да, вот эти вот обозначила бы для него, вот эти вопросы, которые актуальны, там, ну, я литературовед, для литературоведения, да, чтобы он понимал, вот к чему он вообще стремится, куда он хочет вписаться. Вот, ответила ли на вопрос, Екатерина Анатольевна, если да, можете поставить плюсик, либо напишите, что вам подойдет, что не подойдет, да, потому что я сейчас, ну, как услышала, как поняла ваш вопрос, отвечаю. Так, вопросов, по-моему, больше, а, где найти конкретику? Начала отвечать и забыла про это. Значит, а, вопрос задала, нет, надо понять, что такое занято, да, что именно я хочу, чтобы было занято, а, выступите, а, это я вас не так поняла, а, тогда переиграю свой ответ, смотрите, и вопрос тогда, а, вот в чем дело, научная статья студента должна стремиться к тому, прежде всего, чтобы студент научился, научился писать научную статью. Поэтому вот для меня в идеале, да, когда я студенческие работы рассматривала, там, как научный руководитель, например, то я отмечала то, когда студент, чтобы обязательно у студента была опора на предыдущие работы, да, и его собственные исследования. Вот научная статья для студента должна быть такой, где он, как бы, соединяет в себе чужое и свое, да, и реферат, и собственные там, ну, мысли или фантазии. Ну, не знаю, ответила ли я сейчас, видите, вот, значит, давать советы, не спрашивая, а вы кто? Так, занятно это весело, легко, чтобы меня цитировали. Цитировали где? В соцсетях цитировали или в научных работах цитировали? Знаете, я здесь немножечко коуч-дятел такой, но это, на самом деле, очень важные моменты, кто мы хотим, чтобы нас цитировали. По-моему, чтобы начать писать статьи, нужно сначала читать чужие статьи. Одно без другого невозможно, да, это само собой. Поэтому, конечно, нужно читать, особенно, когда мы находимся в поиске стиля, например, когда мы читаем чужие научные работы, мы понимаем, так хочу, так не хочу, да, к этому стремлюсь, к этому не стремлюсь. Так, вот я услышу, как, наверное, уже дальше прошли вопросы. Так, вот это пока не вижу, сейчас он вниз продвинется. Так, идем дальше, да? А, нет, правильно. Вот, кстати, четвертое занятие, да, того моего курса, сейчас про него расскажу, и надеюсь, что появится что-нибудь в чате, чтобы я могла вот этот вопрос увидеть, который, как написать статью у меня только висит пока что. Про то, как написать, да, будет посвящено в основном два занятия в курсе. Это четвертое как раз, да, там где формат конечного результата, вот что я хочу, да, зачем нужна аннотация, что такое содержание статьи, что такое замысел статьи. И восьмое занятие, завершающее занятие, это техники усиления созданного текста. Я не люблю слово редактировать, исправлять, там, переписывать, они так немножко насильственно звучат, но мы будем говорить о том, как усилить, улучшить свой текст, да, что для этого важно сделать. Ну и, соответственно, как развиваться в этом деле. И, кроме того, у нас обязательно будут практические задания на курсе. Вы там, те, кто будет присутствовать, те, кто будет участвовать в этом курсе, вы будете работать своим замыслом. У вас не будет заданий таких, что там, напиши статью про зайцев, да, вы будете работать с теми статьями, которые для вас актуальны, и получать обратную связь. Так, как написать статью студенту? Как ее у вас советуют для написания научной публикации студентами? Вы знаете, как ни странно, те же самые. Просто у студентов будут свои ответы на эти вопросы, да, вот, как бы, как написать статью. А в чем, студент, у тебя проблема в данный момент, да, в чем у тебя трудность именно сейчас? У студентов актуально, возможно, что не хватает навыков, да. Тогда я ему скажу, студент, начинай писать, найди хорошего научного руководителя, которому ты доверяешь, и работай с ним очень плотно, да. Отдавай ему статью, советуйся с теми, там, с другими студентами, которые заинтересованы. Да, здесь очень важно вот это обсуждение, и очень важно это научение. Мне очень повезло с моими научными руководителями дипломными, например, и та, у которой я писала диссертацию. Они очень, очень много помогли мне именно в создании статьи. Они редактировали, давали советы, да, и я этому научилась. Материалы семинара тоже платные. Если вы про эту презентацию, вы можете просто скачать, да, если про курс, ну, там все входит в стоимость. Если есть какие-то вопросы, задавайте, да. Небольшая полезность от меня. Кому как. Смотрите, вот, я могу вам предложить здесь несколько материалов. Если вы скачаете презентацию, у вас будут ссылки, да, они у меня кликабельные. Если нет, то можете воспользоваться QR-кодами. Ну, такие подарки от меня. Я даю внизу две ссылки на вебинары, которые проходили на этой платформе. Экспресс-аудит и как сделать научную статью интересной. Это два текстовых материала. Вы все можете скачать, это совершенно все бесплатно. Все берите, все смотрите, все исследуйте. А как сделать научную статью интересной? Это тот материал, который мы создали вместе на одном из вебинаров, на первом вебинаре. Знаете, да, вот это не анонс с курсом, потому что, как бы, я вначале сказала, что я задаю много вопросов и прошу вас работать. А про курс я рассказываю, потому что, конечно, в рамках одного вебинара ответить на вопрос, как написать статью, можно, но сложно. Видела у вас на слайде представление феминитива. Возник вопрос, как в язычных статьях относятся к феминитивам. А кто к ним относится? Я хорошо отношусь, меня не нравятся. Кому-то они не нравятся. К сожалению, этот вопрос сейчас такой актуальный для современного феминизма и для современной научной мысли. Я считаю, что если мы будем их использовать, то скоро они станут неотъемлемой частью любого научного языка в том числе. Если мы будем считать, что это ересь какая-то и ни в коем случае нельзя, ну, к сожалению, это сохранится дальше. Я за феминитива, сразу могу сказать. Так, есть ли еще ко мне какие-то вопросы? Мы сейчас уже завершаем. Пожалуйста, напишите, какую интересную и важную мысль за этот час для себя берете. Что новое услышали? Вот на самом деле, я думаю, что из часового вебинара, который такой достаточно общий, ну, только одну мысль можно важную взять. Тем более, что у нас тут 272 человека, поэтому я старалась ориентироваться на всех. Да, вам тоже спасибо всем за участие. Буду рада всех видеть на курсе. Да, спасибо, что есть над чем подумать. Да, посмотрите с самого начала, кто опоздал. Спасибо большое вам. Я пока вот прям минуточку еще в эфире. Если будут какие-то вопросы, я сейчас на них отвечу. Но, по-моему, вопросов нет, и за это тоже вам огромное спасибо. Да, взаимно. Да, нужно вдохновение. Как писать статьи. Методика и сначала разобраться с тем, что именно вам мешает. Я об этом весь вебинар говорила. А потом уже, собственно, зависит от того, какие ваши ответы. Все, спасибо всем большое. Всех благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok